Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас будет обещанная интервьюшка, которую мы обещали еще в первый день старта сервера, то что мы встретимся с артистом, кого мы назвали одним из топовых игроков на сервере, сейчас узнаем сменился ли его статус на другой, что произошло на сервере за один месяц и что нас ждет в будущем. Привет артист! Всем привет! Как дела? Что скажешь хорошего? Понравился ли тебе последний месяц игры? Мне понравилось, вот спустя месяц мне еще остался запал играть, что долго-долго. Надежда, ты оправдались насчет этого сервера? Да, оправдались. Это замечательно. Если есть вопросы в чатике, можете задавать, буду задавать по мере проведения интервью, с удовольствием их зачитаю, желательно по теме и желательно поменьше про механику, что это более поинтересно и поинтереснее. Артист, давай подведем итоги этого месяца. Месяц назад, когда мы с тобой общались, ты мне сказал, что скорее всего ты будешь как все игроки держаться в этом же липозоне уровней и примерно к концу месяца ты возьмешь 35 уровень. Что сейчас мы имеем по факту, какой ты уровень и какой сейчас средний уровень у нас на сервере, на сервере Shilling? Мой уровень 37, без трех процентов 38. Еще за собой я вел СВС как дополнительный баф, который будет не скоро, а в будущем. Я задумываюсь о будущем. Он 33, я сказал, да? И насчет основного уровня средней массы, я думаю до 30, потому что открываю комнату группы поиска игроков, там группы не ищут выше 30 уровня. Почему так получилось? Просто когда мы с тобой общались в первый день, ты говорил, что ты никуда спешить не будешь, онлайн у тебя не такой высокий, который вообще может быть. Почему сейчас мы имеем такой низкий уровень на сервере средний? Ну, не все люди готовы проводить в игре там по 10 часов, как я в день в среднем. Ну, в среднем я играю от 8 до 12. Иногда делаю там полувыходные, выходные, когда устал сильно. Как раз у нас сейчас вопрос по теме был, сколько ты тратишь времени на игру? Ну, уже примерно, артист ответил, 10 часов в день, да? Угу. 10 часов в день, но также у тебя есть выходные и перерывы от АВР. Да. Вот, 37 уровень, это хорошее достижение за месяц? Да, я думаю, это хорошее. И ты гордишься, что ты чем-то сделал, ты рассчитал на меньшее? Ну, я шел, как в основном все игроки, которые играли соло, там, вот буквально там они от меня отстают, буквально на 3-4 уровня. Я от них отстаю. Угу. Потому что я вел за собой СВС. Если бы ты СВС не вел, ты, скорее всего, был бы уже сороковой. Да. Например, сороковой. Ну, соло, наверное, после сороковой уже не получится выкачиваться без бафера. Как считаешь, вообще баферы актуальны окнами или можно искать живого и прокачиваться быстрее из-за этого? Не ощущаю я полезность бафа на суммонере. Играл бы я один, я бы играл суммонером чисто соло. Я бы спокойно качался и не обращал внимания на вторые окна. Ну, в перспективе-то все равно тебе пригодится. Просто так же они стали бы выкачивать? В перспективе, да. Просто у меня как бы идет воинский баф, а я на самом деле пока маг. Из-за этого я с 26-го качаюсь как суммонер. Такой вопрос более провокационный от зрителей. Считаешь ли ты себя задротом? Да. Я считаю себя задротом. Это ты считаешь, ну как, плохо или это совершенно нормально? Для меня это нормально, для кого-то это нет. А как думаешь, почему не это рассчитает, что задротство это плохо? Возможно, там кто-то проводит время игре вместо серьезных дел в реальной жизни. А как тебе? Не мешает игре жизни? Нет. Меня все устраивает. Ну, это самое главное. Мы немножко зашли от темы. У нас месяц назад, когда мы брали у тебя интервью, у многих возникло подозрение, то что ты либо на боте стоишь, либо ты покупаешь адену. Не будем спрашивать, так оно или не так. Ну и так знаем, что это не так. Вопрос на другом. Какое у тебя сейчас положение делал на сервере? Сколько у тебя адены и примерно твоя стоимость того персонажа? Ну, именно по адене, что он тебе одет, если это все посчитать суммарно, во сколько выйдет ценность твоего персонажа через месяц игры? Еще через месяц? Нет. Сейчас уже через месяц. На данный момент какова твоя ценность, стоимость персонажа? Хорошо. Давайте посчитаем. Бижутерия, фуллд, магазинная, 480 тысяч. Верх-низ мифриловые, магазинные 400, ботинки, щит по 83 и шлем 86. И выбил даггер. Не знаю сколько он стоит, но думаю за 450 тысяч можно его продать. Это трехгранный кинжал. Это в чем я одет. В инвентаре у меня 800 тысяч и плюс вайт не должен еще 100. Ресурсы я не скупал, не продавал. Я все ложил в ВХ. Я думаю ресурсов еще тысяч на 300. Все. И суммарно это так подытожить, а то где-то я сбился уже в расчетах, примерно сколько общая сумма выходит у нас? Я уверен, что два с половиной есть. Возможно дотягивает до трех миллионов. Три миллиона адены за месяц. Это много или мало? Если специально фармить адену, то за месяц можно фармить больше трех миллионов. Да. Так что это не очень много. А с другой стороны к 37 уровню иметь три миллиона это топ-дф пушка. И плюс за полтора миллиона можно примерно приобрести кроме ансеты. В общем нету проблем в основном с аденой на сервере. И к сороковому уровню вы уже будете иметь, допустим, сэшный шетом сет, возможность приобретения и хорошее оружие. Примерно так, да, оно выходит? Угу. В общем нету проблем с того, что адена стала от тебя гораздо меньше. Нету проблемы. Нет, РМТ реально нету. Три миллиона действительно это не такие большие деньги. Да. До сих пор некоторые считают, что это все РМТ, все донат. Нет, это совершенно не донат. Рано или поздно вам повезет на дроп. Даже без дропа адены падает достаточно много. Вот. Ну хорошо, поняли. И давайте дальше тогда по целям и планам, которые у нас были поставлены месяц назад. Это через два месяца взять сороковой уровень. Через месяц тридцать пятый. Получается через месяц тридцать седьмого тридцать восьмого. Три левела выше нормы. Это в принципе, ну нормально разброс. А вот почему мы считали то, что до сорокового будет прокачка практически целый месяц. Почему мы такой промежуток выделили? Хотя, как по факту мы видим, что прокачка становится потяжелее, но не настолько, чтобы качать там несколько лоблов целый месяц. Какие ты бы сейчас себе планы поставил на следующий месяц? Какой уровень тебе нужно бы взять, чтобы ты был доволен собой? Ну вообще я судил, почему я думал, что я буду брать тридцать пятый-сороковый уровень в месяц. Еще до старта нашей классики русской. Я смотрел стримы Dextra, ну так, раз в денек, какие у него там успехи. По его стримам я думал, что прокачка довольно тяжелая. На деле оказалось все намного проще. Из-за этого я взял тридцать восьмой за месяц. Какие вот у меня планы будут через месяц? Планирую я около сорок пятого быть. Думаю, больше я не осилю за второй месяц игры. Сорок пятый. Возьмем через месяц, там уже больше, наверное, пятьдесятый уровень. Угу. В целом, что ты можешь сказать про прокачку? Действительно это так все хардкорно, действительно это все сложно? Или просто изменились цифры, а по факту осталось все то же самое? В отличие, допустим, от того же ROV, который там был. Ну и от официальных стрейберов, где рейты были X1, а ROV X2. Ну, просто поменялись цифры. И все, я вот читаю в этом. Прокачка не тяжелая вообще. Просто на уровень нужно больше времени потратить и все. Так, получается сорок пятый. Сорок пятый еще за следующий месяц. Это, в принципе, не так уж это и много. Не особо, что много поменяется. Получается, ты планируешь стоять буквально там на двух разных спотах за следующий месяц. Не скучно ли так качаться? Не однообразно ли? Однообразно. Я качал со с 30 по 37 в ЕГЭ на деревьях. Это было очень долго, буквально две недели. Вот только вчера я туда ушел. И это реально было однообразно все, скучно. Но зато ты на споте знаешь все деревья, всю локацию. Уже имена дал с каждым самым деревом. Да. Если приходил, здоровался с каждым деревом лично. А как заставить себя играть в таком стиле дальше? Если нет фана, то, мне кажется, должно быстро надоедать однообразие кача. Мне нравятся такие игры. Гринделки. Убийство мобов. Но я не скажу, вот у меня на счетчике PvP 31. Я специально PvP не искал. Если кто-то приходит на мой спот, я пытаюсь его как-то выбить. Фан есть. Умирал в PvP уже? Да, я в PvP умирал. И какие ощущения при смерти, когда ты теряешь, допустим, пару часов прокачки своей? Сначала все рвало у меня от этих 10%. Но спустя недели 2-3 я уже к этому привык. Даже падал на 34. Ну, упал, встал в город, прибежал и дальше стал качаться. Ничего не изменилось. Ну, как бы, 10% потерял, но у меня осталось SP. Все набитое. Так что это процентов 30 теряет, грубо говоря, от того, что я потерял 10% от времени. Ну, я понял примерно. Тогда давай поговорим немножко про такой момент, как дроп. Каков он на классике? Можно ли реально что-то выбить? Как часто что-то падает? И на что рассчитывать, когда ты качаешься? Вообще, можно ли на что-то рассчитывать? Специально тебе выбивать какие-то предметы? Я рассчитываю косвенно. Вот иду на спот с какими-то вещами. Рано или поздно там кусочек какой-то выпадет. Но нужный будет, например, если вы будете стоять на нужном споте. Получается, а цельные вещи? Как они вообще часто падают? Давно ли ты видел что-нибудь целое? Дня три назад мы выбили с другом тоже идёт суммунера. Вдвоём качались. Выбили рубашку, которая в магазине как мифрила, вот этот зелёный сет. Стоит она там, не знаю, около 200 тысяч. Мы не рассчитывали на это, просто нам повезло и всё. В общем, особо на дроп рассчитывать не стоит. Да. Не стоит рассчитывать на дроп цельно. Выпало как бонус, не выпало, но и ладно. Я тоже так говорил, когда там многие говорили, что шанс дропа на классике стал гораздо выше вещей. Говорили довольно именитые люди про это. Как-то особо я это не заметил, а на более поздних левелах это ощущается ещё сильнее, насколько я вообще сейчас понимаю. Да, я думаю, ну не думаю даже по факту, так и есть, что чем дальше, тем ещё хуже будет. Даже то, что везение, это будет какое-то очень-очень сильное везение. Следующий вопрос уже немножко по прогнозам дальше. Примерно, как ты думаешь, когда будет взят 60 уровень? Наверное, начнём с тебя, когда ты возьмёшь 60 уровень. Когда возьмёт у нас на сервере Шилин 60 уровень, максимум самый быстрый человек, и когда возьмётся 60 уровень на Гран Кайне. Вот примерно так по твоим отметкам, примерно через какой промежуток времени будет взят этот уровень? Хорошо, на Гран Кайне, я думаю, первый 60 уровень будет в месяц через четыре с половиной. У нас на Шилине первый 60 уровень будет через пять-пять с половиной месяцев. И я буду где-то через полгода. Ну, после старта, естественно. Через полгода ты уже 60 возьмёшь? Ну, не планирую, а рассчитываю. Рассчитываю. Да. Вот, и теперь мы подходим к такому вопросу, как следующее обновление игры. Я думаю, вопрос очень важный и актуальный, потому что... Ну, все мы понимаем, что кто играет серьёзно в эту игру, 60 возьмёт примерно через полгода. Но через полгода у нас нет обновления, не предусмотрено, с появлением новых монстров выше 60 уровня. Чем ты планируешь заниматься последующие полгода, после того как ты возьмёшь 60 уровень? Готовиться к следующему обновлению по уровню. Шмотки фармить? Да, буду фармить шмотки. Ну, пытаться хотя бы. А какие шмотки фармить, если нет бэгрейда? Ну, сетов нет, есть там какие-то концы. Ну, я видел, продавали на Корее рецепт Дамаскуса, например. Это очень крутые вещи. Да. Просто здесь немножко не в курсе, я знаю, что и Дамаску скрафтить невозможно. Ну да, его невозможно скрафтить, но рецепт был, например. Вот когда сейчас вот на Корее вот спустя полгода было, в основном же падали шлемы, тушки и низ. И как только добавят концы, они будут очень сильно в цене, я думаю. В общем, ты будешь фармить и готовиться к тому, чтобы как оно появится в игре, чтобы ты смог сразу себе это позволить. Да. Ускоренно. Полгода просто фармить. Планируешь ли ты вести более активную жизнь на сервере, будь то PvP, кланы и в этом что-то духе? Более активно? Не знаю даже. Возможно, после там каких-то сороковых-сорок пятых уровней придется все же искать клан. Из-за того, что кланы должны как бы оккупировать какие-то местности и там качаться, и иметь там поддержку. Вот, например, как Алмайки, Круму там себе забрали, качаются. Также будут какие-то мини-кланы меньших уровней, только локи будут тоже другие. В общем, ты готов, если что, рассматривать такой вариант, как пойти в какой-то клан? Да. Это довольно интересно будет этим понаблюдать. Знаешь ли ты что-нибудь про политическую ситуацию у нас на Шелине? Видел ли ты какие-нибудь кланы и про их что-нибудь знаешь ли? На днях видел, как огромная куча людей из БХОД, не знаю как расшифровываются, пытались зафармить 35-го уровня гильотина, РБ 35-й в ЕГЭ. Было точно человек 60-70, они его не смогли убить. Мы, правда, это все не видели, РБ просто вернулся, когда они его уводили. Не потянули они его, но уже уровень клана был третий, значок был. Ну, пока что один клан у нас есть. Да, я тоже про него слышал. Кого-нибудь бы пригласить из БХОДов, было бы замечательно на интервьюшку. Но об этом мы уже потом подумаем, потому что действительно интересно, что у нас происходит на сервере, потому что вся политическая ситуация проходит как-то мимо меня. Ладно, с этим понятно. Вопрос про следующее уже обновление, дальше уже немножко раскроем. 2.0 мы уже обсуждали и пришли к мнению, что сделано все очень хорошо. Ивенты, дополнения, мини-патчи, которые сейчас вносятся в Корею. Что ты про них думаешь? В частности, про дополнительный слот, который заместо Агатиона теперь туда добавляется брошка. И вот эти сами брошки, что ты про них думаешь? Во-первых, что вообще про них думаешь? А во-вторых, как думаешь, пойдет ли на это иного? Ну, почему бы не пойти? Как бы это еще не... Ну, по опыту Кореи, я думаю, вот сначала на Корее ведут. Наши посмотрят, как у них будет все это происходить. И вот спустя полгода, когда нам этот патч занесут, привезут, будут уже судить наши комьюнити. А от этого, я думаю, будут отталкиваться и самровых локализаций. Такой вопрос. Как ты сам бы на нее отреагировал? Вот вели ее и сказал бы, ну, вели так вели. Будем подстраиваться, будем покупать, будем точить. Или все-таки ты бы там, не знаю, пошел тоже на форум и сказал, ты тоже против, вам подписываюсь. Там все же не дураки сидят. В общем, ты думаешь, у нас такого не будет? Я думаю, у нас такое будет. Я думаю, что будет. А почему не дураки? Ну, а почему дураки? Вот они собрали хорошую аудиторию, имеют с этого деньги. Дураки бы так не смогли, я думаю. Ну, в общем, ты лояльен к этому донату, что у тебя все устроит, и ты будешь тоже покупать эту брошь и подстраиваться уже под ситуацию, которая есть на сервере. Ну, покупать за свои деньги я, естественно, не буду. За игровые я бы купил, приобрел. Ну, сертификаты можно будет покупать, как и раньше. Таким способом, да. Ну, в общем, лояльно ты относишься к такому донату и, наверное, к любому донату в целом, я так понимаю. В данных условиях, вот сейчас классик, все стартовали в равных условиях, мне это очень нравилось. И потом у всех будет возможность купить эту брошь, точить ее, кому же как повезет. Если есть вопросы к артисту у чатика, задавайте вопросы, задам артисту. У меня вопросы, в принципе, уже кончились. Все, что я хотел обсудить, я вроде как обсудил. Вроде больше нет вопросов. Тогда на этом наше интервью с артистом заканчивается. Я думаю, мы обязательно пообщаемся спустя три месяца после старта классика, уже обсудим итоги трех месяцев на этом сервере. Большое спасибо, артист, за то, что ты у нас поприсутствовал. Большое спасибо за интервью. Да, спасибо, что пригласили на интервью. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok